с радостью представляю своего друга сергея маркелова сколько я его звал на канал и наконец он к нам пришел серега такой фанат олимпиадных задач что вот даже еще больше чем я вот так что и кстати по моему всесоюзник и покруче меня выступил свое время вот так что давай сергей расскажи нам что-нибудь интересное я хочу рассказать о явлении про которые не все знают некоторые открытые проблемы современной математики даже чтобы понять формулировку нужно несколько лет учиться но в геометрии про которую многие считают что все уже давно доказано еще евклид но в крайнем случае в средние века там кто-то что все доказали реально картина иная именно в геометрии наблюдается минимум расстояния между тем что может понять школьник и тем что не знает никто между открытыми проблемами на которые и саватеев и все другие математики на свете не знают правильного ответа об одной из таких задач или точнее серий задач я хочу сегодня рассказать вот смотрите если взять тетраэдр как можно было бы вот если я читал 20 лет назад лекцию это можно было бы сказать пакет молока но сейчас уже молоко другое школьники такого молока ты не видели но мы его вот так вот так irrelevant да но зрители старшего поколения могут себе представить пакет молоко в тетрайдере à любые две грани имеют общее ребро это не трудно себе представить действительно вот как бы любые две грани имеет общее ребро а скажем если взять кубку представьте себе или кубик рубика или допустим вот эту комнату они любые две гранми имеют общее ребро. Вот, например, полный потолок, но это надо очень много выпить, чтобы они имели, так сказать, на взгляд, общее ребро. Так обычно они не имеют. Спрашивается, а бывают ли ещё многогранники, кроме тетраэдра? Их продолжение имеет бесконечно удалённую прямую общим ребром. Ну, где-то там на бесконечности. Мы говорим сейчас... Мы даже слово бесконечности не знаем. У нас все формулировки простые и понятные школьнику, понятные тебе. Если взять какой-то более сложный многогранник, призму, пирамиду, что-то другое из учебника или не из учебника, то как-то вот всё наблюдается явление, что не любые две грани имеют общее ребро. И долгое время это было открытой проблемой. Считалось, что скорее всего только тетраэдр, потому что все остальные примеры, ну как-то вот у них не было общего ребра. Для выпуклых многогранников это доказали, для невыпуклых был там какой-то мутный перебор, часть из него перебрали, ну вроде бы так, но не до конца перебрали. Скорее всего, общественное мнение математическое верило, что да, вот как бы скорее всего только тетраэдр. Фактоид, был фактоид, сложился фактоид, знаешь, что такое фактоид? Нет, первый раз слышал фактоид. А, фактоид это некоторое неверное утверждение, в которое верит прогрессивная общественность. Ну вот в данном случае никто не знал, верное оно или нет, но верили. Но относительно недавно, по математическим меркам, это совсем как вчера, в 1983 году, венгерский математик Лаэш Силоши, к удивлению, наверное, и своему, и других математиков, привел еще один пример. Этот пример совершенно неправильный, как бы он нерегулярный. Вот я его пару лет назад подарил Лёше на день рождения, вот он имеется, вот многогранник Силоши. А я хотел сделать вид, что я его первый раз вижу, вот ты меня спалил. Я только собирался сделать вид, что я первый раз вижу этот многогранник. Ну ладно, да, он стоит у меня на полке, все видели его, кто смотрит канал, неоднократно. Вот смотрите, наблюдается... Сколько надо выпить, чтобы его выдумать, а? Не знаю, я столько... Но видите, у него... Кефира, кефира. У него семь шестиугольных граней, и каждые две грани имеют общее ребро. При этом, ну он какой-то совершенно странный, какой-то непонятный, как же так вот? Почему так? Ну, это... Похоже на титраэдер при этом, да? То есть, такой титраэдер, в котором вырезали какую-то дыру, еще где-то тут надстроили немножко каких-то углов, да? Да-а-а-а! Я сам, когда на него первый раз смотрел, это какая-то нирвана просто. Вот ты реально видишь, вот все грани, вот все, все, которые есть, они, да, они с этой тоже. И все остальные так же. В общем, это фантастика полная. Да, да. И, соответственно, открытая проблема осталась, но теперь у нее иная формулировка. Верно ли, что если у многогранника любые две грани имеют общее ребро, то это либо титраэдер, либо пример силыши? Ну, в такой формулировке общественное мнение изменилось на 180 градусов. Теперь уже мало кто верит, что вот Всевышний так устроил наш мир, что либо титраэдер, либо пример силыши, и больше ничего нет. Люди верят в то, что, скорее всего, есть еще примеры, а может быть, и бесконечная серия примеров. Но этого никто не знает. Никому не удалось ни привести пример еще одного многогранника, в котором любые две грани имеют общее ребро, ни доказать, что иных примеров нет, и их всего два. И с этим многогранником связана целая серия открытых проблем, часть из которых уже закрыли, но большая часть является открытой, о которых я и хочу рассказать. Вот смотрите, я поставлю его на место, но его, наверное, будет даже иногда видно. Многие в детстве играли в футбол и знают, как устроен футбольный мяч. Для тех, кто современный школьник, и в детстве играл в компьютерные игры, вот имеется изображение, как выглядит характерное изображение футбольного мяча. Он выглядит вот так. И он состоит из шестиугольников и пятиугольников. Возникает вопрос, ну хорошо, а можно ли сделать футбольный мяч из одних шестиугольников? Зачем нам пятиугольник? Это же неудобно шить. Как устроена современная жизнь? Современный школьник знает, что если нужно узнать ответ на какой-то вопрос, то надо спросить в Яндексе. Да, вот совершенно верно. Нужно что-то такое спросить, в интернете набрать и узнать ответ. А нет, современным школьникам уже вот так как-то... Я не знаю, у меня этого прибора нет, но там что-то вот такое происходит. Вот это у нас с тобой, у стариков. Хорошо, можно поискать на планшете, но то же самое, поискать ответ в интернете, а не подумать самому, как было принято раньше. Да, да. Но продвинутый школьник знает, что нужно поискать не только в русскоязычном интернете, где один и тот же журналист пишет сегодня про театр, завтра про многогранники, а послезавтра про успехи в кузнечно-прессовом деле. Продвинутый школьник поищет в англоязычном интернете. Ну вот это пример задачи, на которую можно очень убедительно найти ответ в интернете. Вот я его сейчас даже покажу. Вот, смотрите. Вот он, этот ответ. Вот такой футбольный мяч из большого числа шестиугольников. Вот он даже уже по-английски, тут вот так можно вот повращать и посмотреть, что действительно, вот футбольный мяч из одних шестиугольников. Даже повращать можно. Он находится и Яндексом, и Гуглом, и по-русски, и по-английски. А как они сделали, что он вылезает сразу? Его придумал Акопян, а потому что, когда решена какая-то проблема, то поисковые системы умные, они сразу на решение выводят. А, точно, да. И вот все, ну, прям очень убедительно, и многие российские журналисты перепечатали эту статью Сени Акопяна. Ага, Акопян, Краудер, Эдельс, Бхюнер и Гусейнов. И опубликовали они ее, но я не буду называть, когда? Ну, можно недавно относительно. Нет, ну, в смысле, дату не надо, да? Ну, уже, наверное, можно и сказать, что они опубликовали 1 апреля 2015 года. А журналисты не обратили внимания на эту дату. Да ладно журналисты, ты знаешь, мне до сих пор пишут письмо, что в книге моей вот прямо на одной странице написано два противоречивых утверждения. Первое, что из шестиугольников склеить футбольный мяч нельзя, а дальше дается сноска и указана статья, где это в явном виде сделано. Алексей Владимирович, вы что творите? Да, да, Сеня Акопян замечательно сделал работу. Это липа. Это шутка. Такого футбольного мяча не существует. И это решенная задача. Можно доказать, что не существует выпуклого многоугольника, каждая грань которого является шестиугольником. и спрашивается, как же так, почему не может быть? Возьмем много шестиугольников, будем как-то склеивать. Но действительно, это пример теоремы, в которой не только условия, но даже и доказательства школьник может понять. Это, так сказать, то, что понять можно. Хорошо. Но когда есть какая-то проблема, что что-то нельзя сделать, например, нельзя сделать футбольный мяч из одних шестиугольников. Кстати, во многих местах в интернете неверно или лекторы рассказывают, а иногда и тексты пишут, без упоминания того, что многоугольник выпуклый. А для невыпуклого, вот, пожалуйста, вот многоугольник из одних шестиугольников. Такое бывает. Удобный способ работы с теоремой, в которой что-то нельзя, это попытаться ослабить условия. Так можно попытаться найти новую интересную задачу, а иногда и открытую проблему. В данном случае можно попытаться ослабить двумя естественными способами. Первый способ, это, окей, пусть у нас грани будут не только шестиугольники. Что вот тогда мы получим? Мы получим интересные вещи. В частности, если взять футбольный мяч, который у нас тут где-то был, как известно, в футбольном мяче пятиугольников 12. Оказывается, удивительное дело, что их всегда 12, если у нас многогранник состоит из шестиугольников и пятиугольников, выпуклый многогранник, и в каждой вершине сходятся три многоугольника, то тогда пятиугольников будет ровно 12. Существует при этом шестиугольников, может быть, ноль. Есть известный пример Д. Д. Кайлера. Может быть, 20, как в футбольном мяче, а может быть, и другое число. Есть еще примеры. А один может быть? Один шестиугольник и кругом 12 пятиугольников? Я не знаю, но предполагаю, что скорее да. А вообще у тебя есть ответ? Про это я не знаю. Меня всегда на лекциях спрашивают, и я всегда не знаю, все или нет, все знать. Есть ли ограничения на количество шестиугольников? Может ли их быть миллион? Ну, или ровно там миллион 256 тысяч 315. Ну, то есть, верно ли, что для любого М существует футбольный мяч, склеенный из М шестиугольников и 12 пятиугольников? Не знаю. Вот именно таким способом. Я на лекции говорю, это не очень сильно ограничивающие условия. Попробуйте 4 пятиугольника или шестиугольника в одной вершине собрать. Для этого они должны быть сильно перекошенные. То есть, то, что 3 в одной, это очень естественно. Вы так и будете шить, если бы вы шили. И вот вопрос, сколько может быть реально шестиугольников, я что-то ответ не знаю, на самом деле. Я не знаю ответ, но думаю, что их может быть много. Но не для любого. Думаю, что там могут быть какие-то ограничения. 17 может быть и нельзя, но я не знаю. 17 нельзя, а 16-18 можно. Да, но что-то можно, да. Надо будет такое-нибудь спросить, я все забываю спросить. Но если вы в комментариях к этой записи нам укажете, правильный ответ и как бы ссылку на статьи, ну мы вас там какой-нибудь плюшкой можем накормить, не знаю, назвать ваше имя во всеуслышание, например, что вот такой-то наконец дал ответ. Так что пишите, если кто знает. Ну вот про то, что пятиугольников именно 12, это немножко более сложная задача, чем про то, что нельзя из одних шестиугольников. Для тех, кто смотрел или посмотрит лекцию, в которой Алексей Владимирович доказывает, что пятиугольников 12, имею, дать призовую игру тем, кому нравится эта задача. Предположим, что у нас многогранник выпуклый состоит из шестиугольников и треугольников, а других граней нет. При этом в каждой вершине сходятся ровно три многоугольника. Задача найти, сколько у него треугольников. А, ну похожим образом, да? Ну, похожим образом. Все через V минус R плюс G равно 2, естественно. там есть некоторый нюанс, но тем не менее это тоже можно решить. Вернемся теперь обратно к исходной задаче. Предположим, что мы все-таки требуем, чтобы у нас все грани были только шестиугольниками. Ну, выпуклый сделать нельзя, если у нас все грани вот с таким свойством, выпуклый многогранник и... Ну, вообще гомеоморфной сфере нельзя. Да, чтобы у нас... Ну, мы сейчас, у нас уже два разных условия, это важно, чтобы многогранник выпуклый и каждая грань выпуклая. Эти условия накладывают разные ограничения. Да, конечно, ну, Потому что... Хорошо, спросим так. Пусть у нас есть бубликообразный, многогранник, или, как иногда говорят, терроидальный в математике, но такой похожий на бублик. Это вот здесь бублик или где бублик? Нет, это силоши. Ну, вот да, силоши, это один из примеров, тут есть дырка. Многогранник с одной дыркой. Спрашивается, может ли у такого многогранника все грани быть выпуклыми шестиугольниками? Существует ли бублик, каждая грань которого является выпуклым шестиугольником? Я даже покажу картиночку такого многогранника. А, он есть, да? Вот смотри, пожалуйста, вот многогранник с одной дыркой, бублик, у которого каждая грань является выпуклым шестиугольником. Чёрная дыра. Ужас. И этот многогранник Он есть, да? Существует? Его можно даже сделать, допустим, напечатать на 3D-принтере, и это опять липа. Но это липа более тонкого свойства, он ближе в каком-то смысле он ближе к существующим, к существованию, чем предыдущий пример. Предыдущий пример можно только на картинке изобразить, а этот ещё можно изготовить, и он будет очень убедительный, можно к каждой грани приложить линеечку и убедиться, что она плоская. То есть по V-R-G это всё хорошо. Да, да. Но есть другие другие причины, почему его не существует. А его прямо не существует, да? Но можно сделать сколько угодно близкий. Это пример, когда ты можешь, допустим, если у тебя есть прибор, который проявляет плоскость, грань на плоскости, она плоская или нет, но у него есть некий допуск, допустим, он проверяет 5% или 1%, допускает не плоскость. И да, если у тебя прибор реальный, то есть хоть с каким-то допуском, то тогда многогранник существует. Можно сделать его так, что он на одну молекулу отстаёт. Подожди, а он отстаёт из-за неплоскости грани или из-за невыпуклости всё-таки какого-то угла? Можно и так, и так сделать. Но невыпуклости ни одного, одного не хватит. Спрашивается, как же так? Ведь можно же продвинутые математики могут взять предел. если мы можем таких многогранников сделать целую серию, возьмём приборчик с допуском 5%, 3%, 1%, 0,1%, ведь эти многогранники будут куда-то сходиться, должен быть предел, и этот новый многогранник уже должен быть полностью ответом на эту задачу. Но в данном случае будет наблюдаться не предел, а беспредел. Беспредел? Да, они будут там у тебя при уменьшении допуска увеличивается число граней. А, ну просто превращается в торт, да. Примера, да, да, чистого примера нет, это можно доказать, это задача решённая, но вот удивительным образом... Как же выглядит инвариант вообще? Значит, на основе чего? Вот я понимаю, вы именно с R плюс G, но это очевидно. А вот какие ещё возникают инварианты? Я тебе могу про это рассказать, но это более сложная немножко история, её так в одну лекцию не уложишь, школьник. А, то есть это хитро, да? Ну это не очень хитро, это я могу при случае рассказать, но, значит, что невозможно сделать многогранник, у которого все грани, ну тор, у которого все грани выпуклые шестиугольники, но возможно сделать вот такой вот, да, у которого есть и невыпуклая, и одна выпуклая грань вот тут есть, у него из семи граней шесть невыпуклых и одна выпуклая. Такое вот имеется. Окей, но если мы спросим про кренделеобразный многогранник, то есть про многогранник с двумя дырками. А такой можно сделать из выпуклых шестиугольников? Это никто не знает. Это открытая проблема, существует ли кренделеобразный многогранник, каждая грань которой является выпуклым шестиугольником. То есть инвариант, работающий для Тора, перестает работать для кренделя? Да. Но замечу, что то, что ты крендел изображаешь вот так... Но сиськи наоборот, да, такие, анти-сиськи. Это не единственный возможный случай, потому что крендел может быть устроен вот так. Да, 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 да. И теоретически может быть и такой, но не доказано ни про такой, ни про такой. При этом задача нетривиальна, поскольку если мы число дыр не ограничим и разрешим, чтобы дыр было много, то тогда... Да, я сейчас покажу пример. Блин. Я покажу пример сейчас. Да ты чего? Да, я... Сколько дыр? Это вопрос, который я хотел задать слушателям, так сказать, желающим, чтобы они могли потом... Вообще топологически, по-моему, какая-то прелесть типа того, что вот такой крендель перетягивается в обычный, или я что-то путаю? Да, перетягивается правильно, но у нас здесь есть не только топологические, но и метрические ограничения. Вот, пожалуйста, вот пример невыпуклого многогранника с дырами, каждая грань которого является выпуклым шестиугольником. Блин. Ещё раз, каждая грань выпуклый шестиугольник, при этом сам многогранник не выпуклый, но это уже правда, то есть такое можно сделать не приближённо с точностью 1%, а точно можно сделать. И я предлагаю желающим подумать, сколько здесь дыр, а также чему здесь равно упомянутый ранее Алексеем Владимировичем V минус R плюс G, и как связаны между собой количество дыр в этом многограннике. Но дыры С, V минус R плюс G известны как связаны. Ну это тебе известно, а можно вот, чтобы желающие тоже подумали. Я вижу их 14, но может быть я что-то не усмотрел там. Нет, ты не всё усмотрел, потому что там... Не всё, да? Ну тем самым, что мы знаем, что для одной дыры нельзя, для большого числа дыр можно. Спрашивается... А дальше для любого, да, можно посмотреть? Да, дальше для любого, да. Спрашивается, а какое минимальное число дыр у многогранника, в котором каждая грань является выпуклывшим шестиугольником? Тем самым неизвестно. Этого никто не знает. То есть там диапазон количества дыр? Да, да, там есть целый диапазон, про который никто не знает. Не только для кренделя, в котором две дыры, но и для... Не знаю, как правильно назвать, есть ли три дыры, а если четыре дыры, этого никто не знает. И мне это кажется просто фантастическим, ну как бы красивым и удивительным. Ну как же так? Это же вроде бы просто, а вот не просто. Никто не может решить. Да. Хорошо, мы можем попробовать ослабить требования в другой части. Мы можем потребовать, чтобы у нас не все грани были выпуклыми. Вот в многограннике силоши у нас одна грань выпуклая, не знаю, можно ли её показать на видео, она вот тут внутри. Да, и шесть граней не выпуклых. Да. Ну хорошо, а существует ли тороидальный многогранник, у которого не шесть не выпуклых граней, а поменьше, допустим, пять. Или четыре, три, две, или одна. Вот ноль не может быть, как мы уже знаем. А вот от одной до пяти может быть или нет? Этого никто не знает. Есть, кроме силоши, другие примеры тороидальных многогранников, в которых грани-шестиугольники выпуклые и невыпуклые, но уже без свойства, что каждые две грани имеют общее ребро. И почему-то так оказывается, что в известных примерах шесть или более невыпуклых граней. Спрашивается, что это такое? То ли верна такая теорема, что в тороидальном многограннике обязательно не меньше шести невыпуклых граней, а выпуклых может быть и много. То ли просто пока никто не смог придумать какой-то такой хитрый пример тороидального многогранника, в котором, допустим, пять или одна только невыпуклая грань. Слушай, а грань односвязанная требуется всегда, да? Да-да, мы говорим о честных примерах. Грань это заплатка все-таки. Да, да, то есть какие-нибудь два треугольника связанные по вершине, это не грань в нашем смысле. Или квадрат, в котором вырезана дыра, это не грань. Мы говорим вот о честных примерах, даже для них открыт, вот никто ничего не знает, как уж нам говорить про более сложные истории. Я сходил в посольство Венгрии и узнал там контакты самого Силоши, когда интернет не был так распространен, как сейчас. А мне хотелось узнать, поговорить с автором этого многогранника. и там очень любезно мне, так сказать, помогли, нашли, потом позвонили, дали. И я его, в честь прочего, спросил, а что он сам думает про это. И он сказал, что он верит, что нельзя сделать пример, в котором меньше, чем шесть не выпуклых граней, но никакие из существующих доказательств, методов доказательств, они, в принципе, не могут привести к такому ответу. Если эта гипотеза верна, то это означает, что математика в этом месте находится в какой-то допороговой, донаучной стадии собирательства отдельных фактов. Мы не знаем, в каком смысле, на каком языке здесь говорить. Как, в принципе, можно было бы доказать, что не выпуклых граней не менее, чем шесть, если это утверждение верно. Непонятно, какое, в принципе, рассуждение могло бы к этому привести. Вот как-то это непонятно. Мы можем ослабить требования к нашей задаче иным образом разрешить семиугольники. Есть известная задача на плоскости, можно ли всю плоскость разбить на выпуклые семиугольники. И в некоторых местах в интернете тоже написано, что прям в такой формулировке нельзя. Это введение в матанализ. На самом деле там есть тонкость, на равные нельзя, а на неравные выпуклые семиугольники можно. мы можем спрашивать про многогранник в трехмерном пространстве. Спрашивается, бывает ли многогранник, каждая грань которого является семиугольником. Многогранник из этих семиугольников бывает или нет? Ну, естественно, он будет не выпуклый. Выпуклый ты как бы знаю... Да, 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 естественно. Сколько дыр я пытаюсь понять. Ну, ответ на этот вопрос долгое время никто не знал. Вот если бы мы записывали эту лекцию, когда канал только начинался, то я бы говорил, что ребята, думать над этой задачей никто не знает. Но недавно нашли пример... Когда? В каком году? Ну, пару лет назад нашли пример, который в каком-то смысле додекаэдр из семиугольников. То есть он состоит из 12 семиугольников, ну, естественно, неправильных, невыпуклых, там с дырами, там всё... Вот. И более того, от этого он так сложно... Нет, с дырами сам он всё-таки семиугольники нормальные. Нет, сами семиугольники честные, а просто невыпуклые, но сам он с дырами. Сколько дыр? Слушай, я не помню, мне кажется, три дыры. Три дыры. Да. И он так хитро устроен, что даже не то, что его сделать не получается, а даже убедительный чертёж нарисовать не получается. Но это, я думаю, что преодолимо. Может быть, кто-то из уважаемых читателей. На 3D принтере надо распечатать. Ну, для начала нарисовать убедительный пример, который можно вращать мышкой. Если кому-то интересно, то я могу дать ссылку на статью, где описана сама конструкция, как его встроить. И конструкция верная, это я понял, как делать. Но вот между тем, как бы знать, как сделать табуретку и уметь сделать табуретку, вот большая разница. Вот знать, как сделать многогранник, я знаю, а сделать не могу. Может быть, кто-то сможет. И можно вызывать следующий вопрос. Хорошо, а существует ли многогранник из одних восьмиугольников? Если рисовать просто граф и смотреть на твоё любимое V-R+, то даже из 12 существует. Ну так, он мог бы существовать. V-R+, G равно 2-2G. Да. Спрашивается, а существует ли в реальности, вот в нашем трёхмерном пространстве, не в теоретическом каком-то, а в нашем, можно сделать многогранник из 12 восьмиугольников? Этого никто не знает. Это открытая проблема. И я в заключении хочу призвать желающих школьников подумать над этими задачами с точки зрения программирования. Сейчас вырастает новое поколение, которое научилось программировать, ещё не родившись. Те, для кого программировать, просто и естественно, в отличие от нашего поколения, где нужно сесть, собраться, тогда может что-то и запрограммируем. Может быть, уже и можно, и не очень трудно запрограммировать такого рода задачу, как, допустим, существует ли многогранник из 12 восьмиугольников, может быть, её уже можно грубой силой перебором найти. Или, может быть, можно, то, что было бы лично, мне чрезвычайно интересно, узнать, существует ли, кроме тетраэдра и многогранника силы, ещё один пример, где любые две грани имеют общее ребро. С этим работают 12, этот самый, 66 грани, где 12-11 угольников, его сейчас, я знаю несколько мест в России, где написано программа, и она что-то считает. Но пока мне не доложили о том, что уже сделано. Ну, в Челябинске, они просто изо всех сил ищут. Да, но здесь, может быть, можно искать в разных частях, может быть, и можно. Может кто-то найдёт. Потому что, по сути, я даже хочу... Я уверен, что он есть. Я совершенно уверен, что он есть. Да, я тоже думаю, что есть. Вряд ли тетраэдр, силыш и всё. Думаю, что там целая серия. Я хочу немножко вдохновить того, кто, может быть, сейчас смотрит и думает, да я сейчас сам напишу такую программу. Смотрите, следующий кандидат в премьеры, тот, про которого неизвестно, есть или нет, он состоит из 12 11-ти угольных граней, каждые два 11-ти угольника имеют общее ребро. У него 44 вершины и 66 ребер. И 6 дыр. И 6 дыр. И никто не знает, есть он или нет. То есть там не миллион ребер, а всего лишь 44. Ребер 66, вершин 44. То есть это то, что на компьютере, может быть, и можно перебрать относительно несложным способом. Ищите, друзья! И, может быть... Ищите и найдёте. Тот, кто сможет найти такой многогранник, он прославится, да. Это будет очень здорово, если кто-то такое сможет. Серёга! Я закончил. Спасибо тебе огромное! Спасибо, что позвал на канал. Приходи ещё. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok